Ну что, друзья, всех приветствую, с вами команда Моргеймс и сегодня мы с ребятами решили пройти калибровку без диффуза и плента бомбы. То есть, затеряв, мы не сможем плентить бомбу и должны будем выигрывать только за счет того, что будем убивать всех противников на карте. Ну и за КТ, собственно, такая же история, только там, если поставят бомбу, то, по сути, раунд уже автоматически проигран. Раздиффузить мы не можем, поэтому и победы в раунде нам не видать. Я вообще не представляю, что нас ждет в этой калибровке, но, пожалуй, одно я знаю наверняка, она будет очень интересной. Поэтому, друзья, я предлагаю скорее стартовать, присаживайтесь поудобнее, обязательно лепите лайк. Всем желаю приятнейшего просмотра, а мы начинаем. Ну что, пацаны, полетели, получается? Я... Ой, я вообще без понятия, как мы будем эту калибровку проходить. Как можно вообще проходить, в принципе, ну, выигрывать игры без диффузов и без плента бомбы. Ладно, без плента бомбы еще можно справиться, но без диффузов, по сути, у нас за КТ вообще клатчей будет ноль. Если будет установлена бомба, мы ничего уже не сможем сделать, то есть нам проще будет идти сейвить и так далее. А, зачем вообще покупать диффуза, в принципе, за КТ? Это просто уже на автомате как-то берем мы. Да, три человека уже просто... Да, я не один такой уже, у нас у троих диффуза. Да просто на автомате как-то берешь, но они не нужны нам вообще, это просто тупая трата денег. Ну, это будет интересный реальный эксперимент, что можно вот получить, какое звание мы сможем выбить с этой калибровки. Вот таким вот способом, вообще не ставя бомбу, и когда будут ставить, получается, пацаны, мы будем, по сути... Ну, мы можем пойти их выбить, но раздиффузить уже не сможем. И как вы думаете, пацаны, какое звание мы получим по итогу этой калибровки? Берк? Два калаша. Я вот тоже думаю, два калаша вообще. Я думаю, калашинками. Ну, что-то как-то прям разнится. Не, ну, Беркут интересно. Беркут можно получить, в принципе, попробовать. Если нам вообще читеры не попадутся в этой калибровке, можно попробовать. Ну, раз никто не назвал Биг Стар, я попробую, наверное, зарядить это звание, потому что... По сути, мы можем играть с абсолютно любым оружием, использовать любые гранаты, то есть это обычная калибровка. Но с небольшим вот таким вот интересным условием, который, на самом деле, очень сильно будет менять геймплей. Сейчас, ладно, еще в первых катках, я думаю, у нас особых проблем не возникнет. Но дальше да. Еще шар. Нормальные мансы. Там, да. Дошел! Что это за игра? Убейте его. Что в верхнизме там ходит? Да убейте его кто-нибудь! Да он и тюк! Спасибо. Спасибо, пацаны. Ну, я думаю, что первые игры, в принципе, ну, простые будут. Простые. А вот дальше начнется все самое интересное. Нет, ну, в этой игре, пацаны, вообще бомбу даже до плента не могут донести, реально. В первых вот играх, понятно, действительно не будет работать этот челлендж особо, потому что мы быстрее сами к ним приходим на базу, по сути, нежели они приходят с бомбой в плент. Но так враги и не смогли добраться до плента в этой игре, и мы спокойно забрали ее 16-0, поэтому давайте ее пропустим. И также пропустим следующую игру, в которой, по сути, происходило то же самое. Там, конечно, другой уже счет был, 16-9, но пацаны дали камбэк только в самом конце, и... Ну, катка все равно была легкая, поэтому давайте посмотрим, что нас будет ждать в третьей игре. Ну, полетели, пацаны. Мне кажется, сейчас вот как раз-таки уже начнутся нормальные игры с вот этой вот катки. У нас уже должны быть какие-то проблемы, хотя, судя по тому, что происходит в келфиде... Ну, ладно, они еще пока не закупались у них, дигвы. Тут пока сложно что-то оценивать, но уже вот сейчас вот у нас должны быть проблемы с этим челленджем, потому что, ну, как бы, нам нельзя ставить бомбу, и нужно убивать всех и каждого. Что там происходит у противников? Ну да, именно с этой игры начнется потная катка, я смотрю. Не, ну, неплохой старт. Очень неплохой. Ладно, это были самые быстрые три игры в мире. Что? Калаши, звезды, нормальные звания уже попадаются. Что здесь творится? Почему? Зачем? Ну, раз уж на то пошло, давайте и четвертую игру пропустим, потому что она прошла со счетом 16-1 против двух калашей. Ну, тут просто без комментариев. Я не знаю, как вообще так ребята сыграли, но вот в следующей игре для нас, наконец-таки, начинается настоящее испытание. С этой катки все и начнется. Ну, я надеюсь, для нас уже сейчас начнется реальное испытание. Один пушил. За коробками сейчас стоит. Че ты там встал-то, братан? Ты думаешь, мы тебя не найдем? Попадаем. Так, девятки убил, все нормально. Можно было бы сейчас бомбу поставить, но мы не можем этого сделать. Нам нужно искать... О, коннектор, коннектор. Надо искать этих двоих. Одного, по крайней мере, уже нашли. Вот и он. Еще один. Ох, еще один, еще один. Ё-моё! Просто одним спреем нас забрал. Ну, вот об этом я и говорю. Уже что-то такое вот должно начаться. Уже какие-то проблемы хотя бы должны быть у нас. Ну, может, что-то вообще такая легкотня была. Интересно, где он занял? А. Так вон, справа за коробкой, ты че? Тут? Вон, Эммор торчит. Оружие, действительно. А зачем он? Зачем он туда вообще смотрит? У него же бомба лежит в коннекторе. Он должен был играть под коннектор, по сути. Он настолько был уверен, что ты с меда придешь. Очень странно. Так. Этого забрал. Минус авик. Повезло, что он промахнулся, если честно. И под Б никого больше. Так, где последний? Игра в прятки пошла, получается. На, на желтом. Ага. Ну, нам надо идти за ним, пацаны. У нас вариантов нет. Окружаем его со всех сторон, парни. Да он? Он в пункте. Подожди. Так, два в один. За дальним, наверное. Да, за дальним. Ой-ой-ой-ой-ой. Да че? Минус 27. Да! Ну, это было супер на тоненьком сейчас. Ну вот, вот это уже челлендж сейчас реально включается. Вот это вот то, что должно быть на самом деле. Потому что реально из-за установки бомбы вот такие ситуации будут создаваться. Но нам в таких ситуациях нужно поаккуратнее играть. Нам надо как-то вместе тогда уже объединяться и подразмены играть. Бейтскаут. Пойдем задаем его. Поглядка еще. Еле-еле убили. Так, я смог дам, короче, в КТ. Хотя, зачем он нам? Зачем это только хуже нам. Да я забываю, я по привычке типа, чтобы бомбу поставить. Наверху там сидит. Там наверху сидит. Камни, ска. Да че? Нифига мне какой-то преф дали. Да, я смог дам и пробуем убить его. Да, это один в бонте задальним. На кривой смог немного дам. Один скотаж. Ой, там стекло было, я не дал смог. Так, в КТС. Да не ссыки и разъебите их. Вот оно. 30 секунд, давайте быстрее. Давайте, все, блин. Вот так вот. Это именно 37. Вот так вот. Вот оно. Вот оно. Нет, ну тут пацаны сильные на самом деле. Просто я еще не могу понять, что это за резкий скачок. Только что мы выигрывали 16-0. Сейчас уже вот такая вот ситуация. Я просто не понимаю, почему настолько прошлые игры были легкие. Это так тупо вообще. Наконец-таки хоть что-то нормальное. Хоть какая-то нормальная катка. Не, на самом деле, если вот так вот сейчас оценить ситуацию, без установки бомбы это очень сложно играть. Потому что нам всю игру приходится идти на КТшников. Хоть мы планты и выбиваем, это вообще нам ничего не дает. Вот я сейчас убил этого человека. И что нам это даст? Нужно убить всех. Брррр. Там еще на А. К-2. Они вроде все вместе сразу перетягиваются. С одной стороны нам это на руку, а с другой ни хрена. Хорошо. Так, еще, мне кажется, на машине. Да, и девятку был. На холодильнике. Хорошо. Хорошо. Ну, очень потные раунды. Очень. Но это то, зачем мы эту калибровку запустили. Наконец-таки. Девять убил. А, еще. Не знаю, откуда. Коннектор еще. С машины уже. Ну, еще в пункте вроде должен быть. Ну, вот где он, я вообще не знаю. А, коннектор в итоге вышел. СМИ, да. Да-а-а. Не, тяжело. И вот это тяжело. А сейчас еще тяжелее будет. Если у нас какой-нибудь план будет выбивать, мы даже не будем успевать. Нам нужно, чтобы кто-то третьим точно играл прям вот быстро на перетяжку тогда. А что с МИДом делать, я не знаю. И, друзья, перед тем, как мы продолжим эту интереснейшую катку, эту калибровку, я предлагаю залететь на замечательный My CS GO и, пожалуй, открыть сегодня какой-нибудь кейсик, который я даже не вспомню, чтобы мы открывали. А давайте попробуем кейсик с калашиками. Мы, по-моему, вообще его реально почти ни разу не открывали. А, нам хватает на 10 раз. Ну, рискованно, конечно, очень рискованно, но давайте попробуем. Была не была. Рискнем сегодня, но я надеюсь, что этот кейсик выдаст от души. Да. Ага. По-моему. По-моему, он выдал слишком от души на 17 тысяч рублей. Поверхтестная закалка за 9 тысяч. Новенький калаш тут охренеть. Тут просто охренеть, сколько нападало. Правда, я думал, кстати, то, что вот эти калашики подороже стоят. Но это уже не важно. Это не важно, потому что мы достали на 17 тысяч отсюда. Слушайте, походу, зря мы этот кейсик не открывали, потому что, ну, он насыпает. Насыпает от души. Ну ладно, давайте продадим вот самые такие неинтересные калашики, которые здесь упали. Ну, хотя они все равно, в принципе, все неплохие, но ладно. 1400 у нас получается. Самые клевые мы оставили. И давайте попробуем еще новенький кейсик. Три раза зарядим на 1200. Ну и, может, что-нибудь еще отсюда достанем. Давайте посмотрим. Так, ну, в принципе, скинчики интересные. Правда, ну да, этот кейсик нам уже не окупился. Но если бы мы еще и этот окупили, это, конечно, было бы жирно. Ну ладно, скинчики мы сегодня достали годные. Поэтому давайте уже, пожалуй, их всех заберем. И напоследок, друзья, я хотел бы еще поделиться с вами вот таким вот топовым промокодом, который даст вам аж плюс 40% пополнению. Что ж, этот код и, собственно, сама ссылочка на сайт будет в описании. Поэтому забирайте годноту, а мы продолжаем. Есть мейн, пару людей. Там бомба. Бомба, да. Ну, походу, нужна помощь. Они уже бегут. Я сдерживаю, как могу. А, по-моему, там уже сейчас... А, спасибо. Там чуть не восставили уже, по-моему. Что произошло вообще? Я нихрена не понял, как меня не убили просто. Меня там засейбили максимально в какой-то момент. Походу, а. Надо всем стягиваться срочно. Не, не, один всего лишь. Что там на рюкзте, мейн и что-то топают. Минус 90 под винтом. Еще, еще один мейн, он ушел в нычку. Я просто не понимаю, вот мейн по итогу остался или... Идут, идут в мейн. Да, идет, идет. Оба. Оба. Тогда я отхожу вот так. Охренеть. Так, га въебали. ГГ. Походу, да. Походу, действительно... Не, ну, у меня что-то... Да, это можно сейвить. Первая ситуация, пацаны, по сути. За 5 чинер. Нет, ну, у нас уже, по-моему, один раз в какой-то игре ставили. Вот это первая прям такая ситуация, где бомбу поставили и уже нет смысла даже идти. Мидл флешки. Мейн. Уже нет. Ну, может, конечно, еще? Сейчас посмотрю. Паркзам, подожди. Ну, не дождался я. Мин 60. Че-то не сойдет. Мейн смог. Мейн, двой помогай. Залез на красный. Хорош. Его еще двое... А, там свой. Там они в линию стояли. Я думал, Раф его убил так быстро. Да, я ему в голову дал. Но это свой помог. Избавил от мучений. Наконец-таки, пацаны, мы вырываемся вперед. Самое главное, это реально в табе этот. В табе у нас все равно 5 китов. Как будто мы их будем использовать. Да, да. Сейчас в обычной игре никогда 5 китов нету. Ну, это будет рискованно. Ну, нормально будет срочно. Ну, если тебя надо принять. Да, реально на коробке был. Один у мейна. Но мейн они не пройдут. Мейн от плой, мидл отпустил, если что. Я вроде должен. Нет, не могу. Марат, тебе надо в плент идти. Походу, пора перетягиваться. Там все нормально, там минус 60 отдал. Я бегу, бегу. Это не будет того, Марат, другого. Вот у этого. Во, хорошо. Найс. Так, бомба еще не выпала, да? Да. Сейчас прикинь на А поставить. Маловероятно. Можешь оставить, Марат, это... Ааа, стоит КТ, смотрит. Хороший. Ну, да. Бывает. Бывают трудности в этой игре. Ну, тут еще приходится спешить, реально. Я вот сейчас просто с КТ по-дебильному полетел. Возможно, они хотят снова под Б. Имейтол хп. Они вообще А че-то не ходят там. Стоит на коробке. Выбегает. Отходи, я хочу, у меня позиция. Еще мейт. Давай, давай, бэстает. Мейт дул, охуенно. Мейт дул. Я мид посмотрю, чтоб не прошли в кунду. Мейт смог. Блин, мне кажется, это... Не, мне кажется, это фейк. Я тоже думаю, что это фейк. Да, то еще просто гранаты кидает. Есть мейт. Убьешь. Но мид не спешит. Есть, скопится, скопится под Б что-то. Да, я смотрю. Скорее всего, мид не пройдет. Да хуеть. Бэм облазинг. Да, скорее всего, да. А, быстрее. Врываемся на плюс веб. Насрать. Флешка. Ставим. Ааа. Ааа. Уходим. Ну, можем их пиздомить. А, нет, не можем. Да. Ну, вот это, конечно, да. Приходится спешить. Они закрыты еще ставят. Попробуй их убить. Особенно с АВП. Вообще без шансов. Ты глубокий дало, что ли? Слушай, я играю. Я что, пошел сюда. Ну, быстрее есть типа 5. Как будто мейн фейкуют. Есть. Двое, 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 точно. Но я что-то этот... Не просто своими гранатами они меня отпугнули. Шорт убил, хорошо. Шорт убил. Ну, вроде сдержали пока. Смотрите дальше Б. Есть под Б. Хорошо, да, Винд? Ушли. Бомба Б. Хорошо, все, все, все. Можем перетягиваться. Жить. Последний авик остался. Он там, да, тоже на Б? Да. Себе отлигали. Прошел, прошел под Виндом. Я его стопсик сгнул. Найс. Взять авик он? А, ну я ему нормально там надамажил. Давайте, последний раунд забираем. Мидл раскида, дохуя. Очень много раскида, я вообще не играю в мидл. Я с хайвой пробую. Я дал смок. Но они не вышли. На бусте по умом. На бусте есть, да. Под бустом убил. Я в гараж дам молик. Я проглю, Йохан. Слева. Слева в гараже. И справа, авик. Ой-ой-ой, у меня три. Слева в гараже убил. Я девятым играю, Йохан. Давай. А, какой идиотский зажим. Справа, авик. Ещё, ещё, Йохан. Ух, всё, молодцы. 614 в ноль просто. Два последних добрали всё-таки. Вот это хорошая игра была. Вот это реально то, зачем мы сюда пришли. Наконец-то. Ну это интересно было. Ну да, но нам нужно, конечно, получше адаптироваться под этот челлендж и прям пожёстче играть в этом плане. АА fingerprints. Ааа, чего?! Нормальный. Ну, да, да, но хорошая. Пятая игра! Пятая игра! Против таких чего с таким челленджем? Ну, нам нужно адаптироваться парни. Против суприма сидим, играем без бомбы. Чего против таких званий без бомбы и диффузов? Спасибо за испытания, Крис Гол. Не, ну, в принципе, я бы даже сказал, что да они нас вообще должны были вынести на самом деле. Я вообще удивлен то, что мы такие звания смогли обыграть с этим челленджем. Я бы, конечно, местами не сказал, что они вообще на эти звания отыгрывали. Ну, так, по ощущениям, но Big Star'ы максимум там были. Два калаша Big Star'ы, что-то такое. Ну, чтоб такие звания. В пятой игре! Что с игрой вообще? Что с подбором? Чё за бред? Ну чё, пацаны, на глоблов выходим в калибровке. Легко. Не-е-е. После прошлой катки, пацаны. После прошлой катки запускать Инферно? Ошибка, по-моему. Лонг уже в арку мог пройти? Да. Нет. Убежишь. Тут нужно, вот прям, пацаны, максимальный пот здесь нужно подрубать, потому что карта действительно вообще не для этого челленджа уж точно. А с другой стороны, наоборот. Идеально подходит для интересной катки. Про минуту ты прыгал или нет? Вон в метро, в метро 1. Минус 27. Ой, у меня под B минус 25. Минус минус 1. Лаз был под B, он идет. Хорошо. Да, ну сейчас, по сути, он мог убивать одного и ставить бомбу, и все. Там уже он рад был. Благо, повезло. Да там Марат мог не успеть, если бы игробой сразу побежал чел ставить. Я предлагаю, Йохан, играть по всему прайти, на самом деле. И шанрил. Но я отдал 2 гранаты и игрю, и ухожу. Бойлер. Бойлер. Утрат выбежал. Хорошо. Билл, я жду мид. Ё-моё. Бойлер, скаут и мид. Дигл. Отпустил B. Дом, скаут. Ты шорт. Шорт, близко, близко у тебя. Шорт, класс. Бомба шорт. Шорт отошел в мидл. У него минус 40, он идет шорт. У него бомба. Найс. Ну да, напряженные раунды, конечно. Сейчас, пацаны, 4 в 5 начнем. Я честно думал, наоборот будет, правда. Попал ты у него гранатой. Ааа, секонда вышел, дурак, блядь. Нормально, блядь. Все, у нас тут на банане еще пару человек. Он меня отвезли. Бал он бегал. Да, ухажешь, блядь. Бомба на банане, я стягиваюсь туда. Бомба у нас. Ой, понял. Я сейчас пикну с АВП. Он слева сидит, дрочится. Смотрите, на. А второй где был? Крова я не видел, кстати. Может он уже на А где-нибудь. Ну, все, смотрит. Ну да. Ну, у нас всего... Я тебя яму смотрю. У нас всего лишь два прохода тут, поэтому... Снова раунд пять в четыре. Меня все устраивает. Ой, как я сейчас не зацепил его. А вот это мне нравится. Хекинг есть, ладно. Хорошо, ты вовремя это сказал. И в яме еще, АВИК. Это называется, как заспидрайнить раунд. Одним АВП. Слева. Вот тут. Попробуй на разминуте играть, если я сдохну. Блин. Как не попал. Минус восемьдесят у него. Шор. Мне кажется, еще один. Хорошо. Так, одного забрал. Бомба у меня сразу в миду. Проходь, проходь. Влад Бойлер, может быть. Близко можно? Насрать, я яму убил. Могу убить. Так, в яме. Есть, есть, яме. Убил. Хорошо. Хорошо. Влад Бойлер. Минус 33. Ой. Ооо, хорошо было. Как это залетело вообще? Микро пиксель. Сейчас, подогай, дай я проскочу тут. Блин. Ой, 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 ой. Так, там что-то секондарное. Блин, смок дался, да. Ну, они думают у меня пули кончились. Не-е-е. Мне кажется, на Б они точно не захотелось. Они у меня все еще не кончились, ребята. Я продолжаю. Что-то? Что-то там тип? В доме есть кент. Хорош. А, Бойлер вышел. Ой. Что я такой косой-то? Ой. В ланге. Убил онк. Хорош. Уйди, наверное, уйди. Прямо сейчас, просто без дуи. Я, конечно, да. 836. Он ставит. Найс. Опасная ситуация. 12-3. Мы не допустим установки бомбы. Не в мою смену. Не, ну счет вообще, что-то прям разрывной там наш. Я так переживал, что за сети будет тяжело, что там они пройдут и все. Что-то мы так прям вынесли. Мы никогда так за защиту не играли на Инферно. Да, это вообще редкость какая-то. Ну, они по итогу сдались. И, ну, не знаю, неплохие звания. Интересно, что у пятого, конечно, было. Но мы прям хорошие звания обыгрываем с этим челленджем. Я не знаю, но мы здесь вообще уничтожили. Если у нас на кэше была прям такая потная игра, то здесь... Вроде все начиналось прям тоже напряженно. Но мы что-то их вынесли вперед ногами по итогу. Но здесь тоже вот чем-то это даже лучше. Мы не пушим особо, мы играем супер аккуратно. Иногда, конечно, позволяем себе там какой-нибудь подпик сделать, куда-нибудь все-таки продавить. Я вот много раз, в принципе, все равно там в мид открывался, хотя это и опасно. Я бы даже сказал, что мы реально просто гораздо серьезнее играем в этот ММ. Только из-за челленджа, по сути. Если бы не было этого челленджа, я уверен, мы поиграли абсолютно по-другому. Пушили бы там, бегали постоянно. На месте мы бы точно не сидели. Ну и, соответственно, очень часто пацаны бы просто проходили в какой-нибудь плент и ставили бомбу. А так мы стараемся максимально контролить оба плента. Может, он не прошел, не знаю. Прошел, прошел. Коннектор, типа. Он коннектор. Это не он. Значит, еще один. Вышел с коннектора. Так, этого каленого убил. Еще один на фонтане. Бомба, бомба на фонтане там. На банане, типа. Значит, как минимум двое. Двое, двое там бегу. Повалет. Поживи. Трое, трое. Все трое. Давайте быстрее. Ой. Ой-ой. Нашивают. Хорош. Хорошо. Хорошо. Вот это приемочка, господа. Это Б. В коне нет. Туда вылетаем. Ой-ой-ой. Здравствуйте. Я тут как раз к вам зашел. Не дайте поставить. Бомба у нас. Бомба у нас. Без паники. Не знаю, в пленте стоят. В монстре вроде нет. Нет, есть один. Но еле-еле мы какое-то преимущество держим. Но тут реально прям потные-потные, чего уже пошли. Звание хорошее. В коннекторе убил. Тут, наверное, второго не будет. Минус 72 на ланге. Ты че смотришь? А, на шариках уже. Минус 72 на ланге. Я там, мол, ты просто смотришь, они еще не заняли. Я там другой. Трое, трое шарики. Да, ебать, он крутой. Они бегут балансы толпой, я не успею задевать, чтобы они не поставили. Нормально, не спеши. Хорошо. Раф, позиция не читаем. Жди установку. Просто жди успехлент. Баляки, не увидел он. 6-9. Я не знаю, а мы даже за КТ так мало раунда взяли. Жесть. Ну, прям реально хардкорище какой-то начался. Ну, посмотрим, что у нас за террор получится. Может быть, мы неплохо сыграем. Ну, прям нужно потеть, сейчас на максимум будет. Убил бот. Нам быстрее че. На воде. Убил. Убили. Так. На девятке. Вон. А, я аккуратно в девятке чел. Двое в девять, по-моему. Куда он побежал? Не знаю. Давай. Давай. Да боже. Давай. Блин, спина у меня. Минус 75 дал. Минус 42. Хорошо. Все, один в один. У тебя минута. Он сейчас будет мансить тебе просто до установки бомбы, мне кажется. Нет. НЕТ! Минус 20. Да что за говно анлак? Просто анлаки какой-то раунд. В принципе, эта игра какая-то анлаки сплошная. Ммм, да. Наигрались мы. Я б сказал. Не, ну не знаю, что-то это вообще какие-то чел. Вы супер просто жесткие. С этим челленджем вообще нереально играть. Нас просто уничтожают. Ты чего? Ты чего тайминги ломишь такие отлично? У меня никого не было на экране. Да он только начал выходить, и ты отвернулся. Но мне интересно, что это за звание просто. Вот кому мы сейчас проиграли. Но это было супер тяжело. Да и невысокие звания вообще. Я не знаю, но я бы сказал, что они играют минимум на супримов на каких-нибудь. На самом деле. Тебе нас просто вперед ногами вынесли сейчас. Ну, либо кто-то из них там с софтом сидит. Я не знаю. Но, по крайней мере, по игре я бы не сказал, что прям кто-то там палился и так далее. Такого вроде не было. Но все может быть. Может, пацаны там на легите отыгрывают. Этого мы уже знать не можем. Мы знаем только то, что мы игру все-таки проиграли. Хотя реально, ну я не знаю. Вообще невысокие звания сейчас были. Это странно. Это Б, пацан. Да, ну они бомбу несут. Б, бомба, я ушибаюсь. На дощечку запрыгнул, Кент. Давайте их сломаем. Мы сломаем вам жизнь. Возможно... Ух, нихуя! На подъеме. Сейчас. Еще. С дощечки, возможно, съебал. Морг снизу. Ушли, ушли, ушли. Все, это аз. Жди. Да, бегут. Поднимаются. Да, на. Уже поднялся. Хорошо. С желтого зашел. А, нет, не видно. Не успею. Ставит, ставит. Быстрее выбивай. Не успею. Он успеет. Ты успеваешь. Быстрее еще. Отпустил. Желтый последний. Желтый. 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 Великолепно. Спасибо. Я старался. На таком расстоянии, реально. Много пода, по-моему. Они бегут плюс-в. Они ничего не чекают, спину не смотрят, поэтому, пацаны. Здравствуйте. Они спину смотрят обычно. Ну, какую ебоку? Ну, вообще, никого уже тут и не осталось. Миду проходит. Ну, наверное, двое. Так, то школа, заберу. Если не пробившись Марата, то ГГ. Ага, уже. Ой-ой-ой. Так, все. Просто по плентам сейчас разобьемся. Я на тоже. Ой, на Б тоже приду. Найс. Да. Пислитая пистолетка. Это неприятная вещь. Ну, камбэч, бой, блях. Ой, мид, по-моему, мид. Пацаны, тихо, я сейчас готов опять вот эту вот грязь сделать. Отлично. Вот такой вот. Ай, да нечестно, они подразмен играют. Он с прицелом стрелял. Вот именно, я считаю, это нечестная баталия была. Не на равных. Один миду еще, представляете? Убивает наших. Минус 0. Блядь, а, идет. И один в мид прошел. Вот и решай. А вот они на, бомба, все, быстрее перетягивайся. Отлично. Ты можешь сеть за цементом ждать, Марат? Этот до сих пор живет. Ты что-то в миду был еще с авиком. Займи поближе, да. Не кидай ничего. Минус 32 у него. Сити. Вышел. Направо. Бу-бу-бу-бу. Найс. Ну, тут вообще что-то легко игра идет, на самом деле. 9-3. Просто если сравнить с прошлой игрой, это, конечно, небо и земля. Нет, вообще с лоскопами бегаю, роблю. А там даже пикнуть было просто невозможно. Сразу хэдшот прилетал без шансов. Че, Рам, открываем Б. Летим, летим, летим быстрее. Тапку в пол, жмем. Двое тут, полно. На цементе есть. Слева бегает с цемента. Ой, бля, там двое литро. Да, одного уже нет. Сейчас не будет и второго. Это где, откуда? Я ничего не помню. А вот здесь вот еще под бет. Я бомбу им подарил. Великолепно, я хочу. Отлично, потому что они все будут здесь. Один на правом пусте у нас сидел. Делай, делай, верю. Отлично. Еще. Ой, что делает? Блин, лово, блин. Такую грязь сделаю тут, Игорь. Вы бы видели. Делают, блядь. Но что-то реально, судя по прошлой игре, у меня и будут в огне. Как-то они бестра, она держит вообще. Еще лоха п20. А где? Я думаю, где-то тоже близко. Минус 50 живой до сих пор коллажа забрал. Окно убил. Отлично. 16-8. Нет, там пацаны какой-то камбэк сделали. Но местами, конечно, у нас там оружие были хреновые. Мы просто закупались все эти раунды, но все равно. Вроде неплохо вот там вот пацаны сыграли. Вот в остальных раундах что-то как-то слабовато. Но это калаши, наверное, должны быть. Если мы проиграли там калашам с венками двум калашам, то это даже выше звания. Я вот реально не понял, как мы прошлую игру проиграли калашам. Тут даже выше звания, мы их обыгрываем. Непонятно. Непонятно ничего. Но с этим челленджем, конечно, удивляться ничему и не стоит. Ну-ка. Какие смоки, господа? Мэйн опять поджал. Понял. Где-то в пуенте на Б есть. Но он отошел назад. Они не жмут. Ни хрена он летает. Он бинул в окно. С ХТ полетел. Вот это стратегия у нее тут ПП. А где последний? Блядь, класс мид заебал. 30 ХП. Запушим его. Все вместе окружаем. Вентиляцию разбил. Бьем его. Он свалил от нашего пуша. Гениального. Ну ладно. Пока, в принципе, неплохо стартуем. Если бы мы пистолетку не слили, было бы лучше, но нормально. Уже 4 подряд забрали. Пацаны, вы готовы уже Б залетать? Я с бомбой сейчас врываюсь уже. Че он пытался сделать? Иду ставить. Парни, плент пустой. Лечу. Упал вниз. Блядь. Вентиляцию зашел. Я байщу его, байщу. Он здесь, блядь. Он здесь. Я просто троллил противников, а они реально пошли меня убивать. Откуда он взялся вообще? Как он так быстро с КТ вылетел или с девятки? Я вообще не понял. Не играйте вот с бомбой, реально. Это бомба не игрушки. А нахуй минута. А почему у нас эта калибровка вся вот такая? Я не знаю. Пацаны пропадают чуть ли не в каждой катке. Опять трое осталось. Одного кикнули, второй забанился. Если еще и сдадутся, то это уже будет третья игра. Это что вообще? Не, ну мы, конечно, отчасти тут прям супер напряженно, супер потно играем во многих играх. Потому что мы понимаем серьезность этого челленджа. Но все равно, что это такое? Нам. Ну тут реально пацанам уже проще сдаваться. Не, ну втроем они вообще уже ничего не сделают. Как ни крути. Один в КТ. А как убивать? Один на А, один на Б. Отлично. Это очень странная, конечно, калибровка с какой-то стороны. Мы надеялись на бесконечный пот, но пока он так. Отлично. Пока он какой-то переменный, так сказать. То супер какие-то потные катки, то супер легкий. Причем это пати 5. Один забанился, второго они кикнули. Хорошая пати. Мне кажется, они лучшие друзья по жизни, в принципе. Беркут, два калаша и калаш с винками. Там было интересно, что у двух остальных. Но в целом нормальные мы звания обыгрываем. Пока все хорошо идет. И нам две игры, соответственно, остается. Наверное, они будут самые потные. Он сравит будет. Так. Ребята. Подходите. Еще бомба на детской. Окей. Монстр не... Монстр не... Монстр не будет. На фонтане. Куда улетел? Ой-ой-ой. Ну давайте. Не, его убили. Его убили, а подвозь был на Б. И, как всегда, этот челик ставит мне одной в голову. Я ему не верю, если честно. Надо бы ему репортик откинуть. У меня третий раунд подряд просто одной увольняет. Мне кажется, чего с подругом. Ладно. Давайте, в принципе, ну. Так. Ну ладно, два раунда у нас есть. Мне интересно, как этот чел будет дальше играть. Ну, я не знаю. Мне просто три вонтапа три раунда подряд прилетело от него. Сейчас реально будет жесть, как она есть. Ай, пробежал уже. Монстр. Так. Там еще один уже на детской. Я попробую с вонга, наверное, встать. Поиграю здесь. Не видел. Ой, уже вышел, оказывается, на лонг. Есть шарики. И еще один у фонтана. Тоже на шарики ушел. Так. Ну, главное, не дать бомбу поставить. У нас, правда, Б вообще не контролится. Только коннектор. Что-то они продумывают. Коварные планы какие-то свои. Ой-ой-ой. Ну, без бомбы. Есть второй. А вот и с бомбой. Отлично. Ну, вроде догнали, в принципе. Неплохую серию мы тут уже забрали. Вот это я понимаю. Не, ну, поначалу там вообще, типа тот же самый чел, который вот на втором месте. Все, он ни одного фрага не сделал в этих раундах, кстати. У него было 12-5, уже 12-9. Оха. О. О. Что здесь не так в этой калибровке? Объясните мне кто-нибудь. Причем он из них самый нормальный был. Он стрелял прям хорошо. Ну, да, да, да. Я ничего не понимаю. Еще коннектор. Еще конн последний. Мы, конечно, камбэк вообще жесткий дали. Тут бесспорно. Да я вообще фраги увижу на карте или нет? У меня 9 просто. Я бегаю третий раунд. Ноль. Я врагов не вижу вообще. Почему именно в этой калибровке вот такое происходит? Почему именно здесь? Чего постоянно банятся? Ни в одной такого не было, чтобы пацаны до конца не доигрывали. Вообще не важно какой счет. Мы и 16-1, и 16-2, и 16-3 выигрывали, но пацаны играли до конца. Здесь все еще можно все перевернуть, но пацаны банятся. Так, мне кажется, где-то вода. Девятки минус. Кон открыт. Я слепой. На шорте, на шорте, на шорте. И коннектор. Кон убил еще шорт живой. Шорт заберет коллаж в воде, в трубе. Да, забрал уже, отошел на монстр. Понял. Действительно, дал мне в голову. А последний где? Возможно, бомбу контролит. Где она выпала? Получается, игра в прятки. Идите и ищите его. Покиньте он где-нибудь сейвит, попробуйте его найти за 50 секунд. Надо так-то плюс свой бегать. Ну да, надо вам быстрее его искать. Найс. А, его кикнули. Отлично. А, его кикнули. Игра на этом закончена. В прятки не сработали. Они в прятки играть не захотели. Машина. Ой-ой. Блин, бомб. Так, этот умер. И этот на машине был. Давай, разбираться пойдем. Русский, я даю смокушку. Подумал, что будем проходить в плен, ставить. А этот подразмен как-нибудь. Да давай, я вообще не боюсь. Мне кажется, где-то на машине. А, нет, слева, слева. На, рандомщина залетела. Ну, 16-6. Я не знаю, что это был за старт. Реально, там один чел просто такой бред ставил. Потом просто выключился и вообще по итогу забанился. У меня реально были огромнейшие на него подозрения. Но по итогу, видать, оказался чист. Что-то просто нереально ему постоянно залетало. Так, что это за звание? У нас остается последняя игра. Ну, что за бред происходит на этих званиях? Нормально пацаны играли, забрали у нас 5 подряд. Отдали огромнейшую серию, забанились, покикались. Это вообще странно. Ну, просто на таких званиях, что вы не должны так бездарно баниться и играть до последнего. У них шансы хорошие были. Мы уже играли за терров по итогу. Подумаешь, забрали 10-5 за КТ. В принципе, это нормально на Варбасе. Ничего удивительного. Просто надо было сделать камбэк. Но пацаны что-то как-то проиграли пистолетку и не захотели никакой камбэк пробовать. Ну ладно. Это не наше дело. Главное, что у нас есть победа и остается выиграть последнюю игру. Ну и посмотрим, что мы по итогу получим и какая-то игра будет. На мид похоже, кстати. А мы жесткие, чтобы разваливать. Бомба, бомба, бомба в миду. А там что апдаун? Апдаун еще был? Апдаун и один на Б. Ну, может, что? Один на А. Два в три. Они могут сейчас на А пробежать. Конечно. Бомба была в миду. Да я не пойму, куда она могла уйти. По мостику бегали подальше. Где бы это все-таки они на Б перетягиваются. Ладно, оба планта у нас контролятся. Желтый. Бега бъебали. Да, тут, конечно, они сейчас бомбу поставят. И, собственно, все. Ну да. Не, ну тут, конечно, да. Вот такие моменты бывают. Стартовать бывает тяжело. Без нормального дропа. Если чего еще неплохо ставят. Если бы на Иноу Ворпасе у нас похожий старт был. Ну, было бы неплохо эту игру выиграть. Как-то сливать ее не хочется. Хочется забрать максимально высокие звания. Ну, по крайней мере, я так понимаю, что на Биг Старов мы уже наиграли. Если судить по прошлой игре. Но если мы сейчас обыграем звания выше, если они вообще попались, то, наверное, можно и выше получить. Ну, посмотрим. По-моему, на все хотят. А, бегу, да, бегу, да. Много. На Б никого. Что, жесткая приемка аплента, пацаны? Вы не пройдете! Что это за смоки? Ой! Ну, ставит бомбу. Блядь! М-да. Вот так вот бывает, ребятки. Посмотрите, 4 в 2, но они поставили бомбу, очевидно. Последнего тут даже нет. Вообще не знаю, где он. Ну, где-то в миду вообще, мне кажется. Я день с чем просто проперся, тупо бомбу поставил. Ну, что за долбоеб? Круп не попросил. Опа! Кто это тут прыгает? Нормально. Пока вроде на равных идем. Догнали пацанов. А, еще под б пробегал. Еще здесь. Да? Ну-то на агрессии играем, смотрите. Пошел. А, нет, Опа, он здесь. Где еще? Где еще? На А. Минус 45. Сейчас ему. Отлично. Я думаю, ноускопов достаточно. Одного хватит на этот раунд. Давайте. Забираем. Ну-ка. А, бегут. Ну-ка, 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 ребята. Остановочка ваша в миду. Остановочка ваша в миду, господа. Так, а где последний? Неизвестно. Вроде мы уже везде прошли. А, вот он. На подъеме внизу. Да. Ну, что-то мы, конечно, все равно маловато за КТ пока забираем. Предлагаю 4 раунда подряд забрать и все. И проблем у нас не будет. Я обкакался. Ой-ой-ой, как он ловит. Вон он с левый ес. Видел, видел. Привет, дюд. Я еще сейчас закрываю, я не пущу их сюда. И последний. Давай, ну сколько? Он сверху. Доигрался. Ну, 50. На лестнице где-то стоял. На! 9-6. Ну, нормально, в принципе. Опять мы что-то хренового начинаем. По итогу реально даем какой-то камбэк. Здравствуйте. Раф, да меня убили, ты меня подставил, блин. Блин, извини, блин. Блин. Там твое было, блин. Пацаны, с бомбой на Б заходите, я двоих убил. Ой, это трюпинг-фан. С бомбой на Б бегу. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой. Заплан. Так, как ты двигаешься-то? Бомба не нужна. Вот в этой игре бомба вообще не нужна. Это бесполезная коробочка. Мы даже, по сути, до плентата добежать не успеваем, как они уже все мертвы. Пора бы уже эту игру выиграть, мне кажется. Я сейчас кидаю сильнейший ванной вот такой вот и вычисляем их. И вот уже прошел, ну ладно. Да тут никого все равно. Мне кажется, день на электрике. Что мы-то делаем, ставим бомбу? Да-да-да, все верно. Не, убейте, уничтожьте. Сейчас убьем. Я сейчас больше, смотри. Извините, я кривой. Он спрыгнул. Вот, говорю, смотри, сейчас еще раз больше, смотри. Так. Мне не все, да, по одному придут так. Я пошел в спину, смотрю. О, хорошо. Продолжаем. Продолжаем. Чисто на убоем. Стоит в пунте. Как установка идет? Не получается. Я уроки прогуливал. О, блядь, он снизу. На! Но скобом поставили точку. Так, ну интересно. Интересно, против кого мы сыграли? Но интересней, какое звание мы получили с этой калибровки. Она была максимально странной, конечно. Беркут! Ни хрена! Слушайте, давно мы уже такое звание не получали с калибровок. Что за катки были? Пацаны сдавались постоянно у нас. А, то есть мы Беркута еще и... Получили, играя против таких вот челов, против таких званий. Ну, иногда, конечно, подбор вообще непонятно работает. Но достойное, достойное мы звание, конечно, получили. Я даже не думал, что мы вообще до такого дойдем. Получается, у нас два поражения, по-моему, у нас всего было, да? И те подряд. И там еще софты были. Во все остальное мы выиграли, в принципе, вообще без проблем. Вот единственное, на кэше было прям вот интересная катка с этим челленджем. В остальных катках... Ну, во-первых, челики вообще не допирали, в чем суть. Что мы делаем? Какая суть челленджа? Естественно, они удивлялись, когда мы, типа, не диффузили бомбу, когда она уже поставлена. Просто стояли у бомбы или там убегали. У них были к этому вопросы. Но в целом... Ну, мы просто несколько раундов из-за этого отдавали. То есть это не сильно прям влияло, в принципе, на игру. Но это в целом понятно по тому званию, которое мы получили. То есть это вообще... Этот челлендж никак на калибровку не повлиял. Ну, немножечко местами он ее усложнил. Но все равно это было достаточно просто. Я думал, что будет сложнее реально. Я думал, что это будет какой-то хардкорный челлендж. Но как-то... Скорее всего, нам повезло все равно. В какой-то мере. Столько челиков попалось, которые просто сдались, даже не пытались играть. Ну и в целом по счетам понятно, что катки реально были легкие. Но это было странно. Это было странно, но все равно. Интересный эксперимент, друзья. Я надеюсь, что этот ролик вам понравился. Если это так, обязательно лепите лайк. Конечно, мы ждали более жесткого челленджа. И по сути мы реально уже против неплохих званий играли. Я думал, что там будет хорошее сопротивление. Там этот челлендж заиграет просто как надо. Но так этого особо и не произошло. Действительно, одна катка прям была напряженная. Остальные, ну, очень легко мы забрали. Это было странно. Это было реально странно, но... Друзья, не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны. У нас здесь выходит много интересных роликов. Куча экспериментов мы различных проводим. И с калибровками, и не только. Ну, разные вещи мы тут делаем. Поэтому советую подписаться. А напоследок рекомендую посмотреть наш прошлый ролик. Он тоже получился очень клево. Что ж, а с вами была команда MoreGames. Всем желаю удачи. И всем до скорых встреч.